Найден, жив. Бесценные слова, которых ждут как родственники пропавшего человека, так и координаторы спасательного отряда. Случай со счастливым концом произошел на этой неделе в городе Курлова Гусь-Хрустального района. Желанные слова прозвучали ночью 3 июля. 70-летний Александр Королёв ушел в лес за лисичками утром еще двумя днями ранее. Его сопровождал любимый пёс-граф. Когда они не вернулись с прогулки, родственники забили тревогу и позвонили в поисковый отряд «Лиза-Алерт». Родные Александра Николаевича не беспокоились. На тот момент они уже пытались найти самостоятельного дедушку, но нашли только его велосипед. И плюсов холодной информации, дед ушел в лес не один, а собаку. То есть из минусов это возраст его и совсем сопутствующие проблемы с здоровьем и жаркой погодой. После поступления звонка поисковым отрядам в срочном порядке был объявлен выезд. Сначала откликнулись 12 добровольцев из разных районов области. Но в первую ночь дедушку найти так и не смогли. После недолгого перерыва в несколько часов добровольцы вернулись снова в штаб, выехали и начали работу уже в 3 часа дня, 2 июля. Выехало 24 поисковика «Лиза-Алерт», сотрудники полиции, кинологи УВД, неравнодушные местные жители и также были внедорожники, без которых мы бы не справились. Сложность заключалась в размере леса и сложно проходимой дороге. На тропинках были огромные лужи, которые нельзя было обойти пешком, а нужно торопиться. Счастливые слова услышали около 12 часов ночи. «Надоступляет в социале Михаила Алисия. С часов слышала собака нашего дедушки. И уже после поисковики визуально начали осматривать место и обнаружили Александра Николаевича. Чувствовал себя дедушку вполне хорошо. Эвакуация нам не потребовалась. Из леса также его вывезли на внедорожнике. Дестриализация не потребовалась». Скорая помощь на месте осмотрела дедушку. Родственники забрали его домой. Так, благодаря собаке по кличке Граф и Лисам из Лизы Алерт, Александр Королёв, потерявшийся в лесной чаще, смог избежать трагедии и в целости и сохранности добраться домой. Около двух суток дедушка провел в лесу. Поисково-спасательный отряд напоминает, необходимо заранее планировать свой маршрут и сообщать о нем близким родственникам. В случае, если вы заблудились в лесу, сразу же звоните в экстренные службы по телефону 112 или в поисково-спасательный отряд. Номер указан на экране.